И неудивительно, Николай Пискарев прожил в Звенигороде почти 30 лет. Он любовался этим городом и запечатлел в своих работах, чтобы его красоту могли увидеть другие. Вот и Ольга Куликова смотрит на цветную линогравюру, катание с гор и вспоминает детство, которое прошло тоже в Звенигороде. Звенигородские пейзажи чудесные. И вот сам по себе наш город, вот здесь вы видите еще частную застройку деревянную, вот этот чудесный дом, который сейчас является музыкальной школой Звенигородской, он сохранился до сих пор. В этом году художнику-графику, аквалеристу, иллюстратору Николаю Пискареву исполняется 130 лет. Он стоял у истоков советского полиграфического искусства, писал акварелью и гуашью, одинаково мастерски владел всеми видами гравюрной техники. Но все-таки была одна, которая по-особенному раскрывала многогранный талант Николая Пискарева. Наверное, все-таки это гравюра на дереве. Вот как-то его вообще, ну, знатоки искусства, они все, когда говорят о Пискареве, говорят, что это, прежде всего, мастер ксилографии. А ксилография – это гравюра на дереве. Вот. Но я думаю, что он все свои, все работы в любой технике, он делал с большой любовью. Выставка в Одинцовской библиотеке номер один открывает череду мероприятий, посвященных юбилею художника. На ней представлено более 80 работ, порядка 30 – впервые. Все они из личной коллекции внучки мастера Ирины. Кстати, именно с юбиляра началась династия художников Пискаревых. Дочь и внук продолжили его дело. Так звезды расположились, что мы все как-то постепенно стали художниками. Заставить нельзя. Заставить быть художником нельзя. Это должно быть только свое собственное желание. Выставка, посвященная юбилею Николая Пискарева, продлится в первой библиотеке до 12 мая. Впрочем, полюбоваться работами художника можно будет и позже в Звенигороде, Москве и Тарусе. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.